Микс Ньюс. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа Диагноз Недели. И тебя вылечат. И тебя тоже вылечат. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Понедельник. Наши перерывы закончились. Мы с Вадимом опять на регулярной основе в эфире. Программа Диагноз Недели. В студии работает Рель Резник Мартов, врач-психиатр. Меня зовут Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. Сегодня мы поговорим о психотерапии и психотерапевтах. Ну, если говорить только о психотерапии и психотерапевтах, это займет у нас остаток жизни или большую часть. У психотерапии есть множество различных разделений, разные направления по авторам, по смыслу, по техникам и так далее. Я бы сейчас хотел поговорить о следующем разделении. Есть психотерапия директивная и недирективная. И в чем разница? Ну, в смысле, что такое слово «директива». Директива – это приказ, это указание. Я замечу сразу, что некоторые разделяют это, что директивная терапия плохая, а недирективная – хорошая, потому что надо давать свободу и так далее. В чем разница? В директивной психотерапии терапевт выступает руководителем, выступает организатором, выступает в чем-то советчиком или автором сценария. То есть, терапевт направляет пациента, он часто задает темы, о чем говорить, он дает ему указания, часто дает ему советы и тому подобные вещи. То есть, чтобы решить эту проблему, человек должен сделать то-то и то-то, и психотерапевт, соответственно, ему говорит. Например, классический прием директивной психотерапии – это гипноз. Там, где пациент изначально занимает некую пассивную позицию, и все зависит от действий психотерапевта. То есть, внушение и так далее. Да, работа с детьми зачастую более директивна, чем со взрослыми. Знаменитая позитивная психотерапия тоже часто является директивной, потому что там вот это вот позитивное направление, тоже некие векторы сдаются психотерапевтам. Ну, то есть, это все-таки делает пациента пассивным? Он ведомый в этой истории? Он ведомый, но я бы так не упрощал, что я делал сразу пассивным. Есть недирективная терапия, это гуманистическая терапия, это направление Роджерса. Потому что психоанализ тоже недирективная терапия, потому что психоаналитик не дает своему пациенту жестких направлений, о чем он говорит. Наоборот, это поток свободного сознания и ассоциаций пациента. Почему я там сегодня заговорил? Во-первых, мы не можем разделить на 100% директивную, 100% недирективную. То есть, часто в комплексе. Терапия – живой процесс. Сейчас иногда терапевт ощущает необходимость, вопреки неким рамкам, побыть в роли директивной. То есть, дать некий толчок или направление, когда он видит, что ситуация заходит в тупик. Когда человеку нужен некий образ на данный момент, который его направит. Терапевт, берущий в себя постоянно, роль направляющий, это, конечно, уже немножко хуже. Недирективная терапия – это терапевт в роли партнера, в роли консультанта. Он отпускает, позволяет пациенту отпустить все свои желания на свободу. Он позволяет себе выслушивать и попытаться помочь пациенту услышать, кто он такой. И, в общем-то, и то, и другое видит правоносуществование, и то, и другое, может быть, элементы директивные, может быть, не директивные, но наоборот. Но, почему я о том сегодня заговорил? Потому что я как-то стал обнаруживать, читая различные статьи, разговаривая с своими пациентами, у которых был уже некий опыт терапии, что директивная терапия стала входить в моду, причем в каких-то странных формах. Ну, например, меня очень удивила история одного моего пациента, который когда-то обращался к терапевту, и терапевт сказал ему, все твои проблемы я решу, это будет стоить 20 тысяч долларов в месяц, но ты обязан меня слушать, ты обязан выполнять точно все, что я скажу, педантично и пунктуально, и за несколько месяцев мы решим все твои проблемы, я тебе это гарантирую. Пациент не решился рисковать или рисковать такими деньгами, но, тем не менее, такое предложение было. Вот у нас в эфире был Михаил Лобковский, известный российский психолог, и он как раз говорил о том, что он берет 1350 евро за сеанс 40-минутный, и сказал, что больше трех сеансов, в принципе, пациентам не надо. Говорит, два сеанса, если нужен третий, это что-то из ряда вон выходящее. Очень дорого, и никаких гарантий, потому что я задал ему вопрос, а что, если не получится? Вы вернете ему деньги? Он сказал, нет, деньги я не возвращаю, и гарантий я тоже не даю. Ну, 100% гарантий, никого персерапевт не дает. Можем сказать, что если вы сотрудничаете, работаете, то какой-то эффект у нас будет достигнут, но давать 100% гарантию мы решим все, это как-то не очень профессионально. Я думаю, что их никто не дает, даже страховой полюс. Но, тем не менее, на ваш взгляд, вот эта история с большими деньгами, которые, вот вы упомянули, 20 тысяч долларов, а Михаил Лобковский берет 1350, это тоже такой некий элемент мотивации для пациента? Игра с тем, что вот хороший психотерапевт стоит очень дорого, допустим. Или это что-то другое? Я думаю, что определенный элемент престижности имеет значение. Но все-таки мне кажется, давайте об общем и отдельно о господине Лобковском. Я думаю, что люди, тянущиеся к директивной терапии, и опять же за большие деньги, это примерно те же люди, которые таскают по жесткой руке. Потому что в чем прелесть директивного терапевта? Ну, в общем-то, он с тебя снимает всякую ответственность. То есть он ведет? Он тебе возлагает основную ответственность – слушай то, что я тебе говорю, выполняй то, что я тебе говорю. Если ты будешь это досконально выполнять, у тебя все получится. Ну, что-то мне подсказывает, что есть какая-нибудь хитрая уловка, на случай, за что все досконально выполнить, а не получилось, что почему-то ты окажешься виноватым. Я думаю, что сумма, она, конечно, на многих людей производит впечатление эксклюзивности. Высокой оплачиваемый терапевт не всегда лучше, ниже оплачиваемый терапевт. Это совершенно очевидно. Потому что все это зависит от того, насколько человек ценит свою работу, насколько он считает себя востребованным. Человек, считая, что за 1350 долларов, за 40 минут работы, он востребован, и работы у него хватает, значит, он столько стоит. Столько не он, ошибка. Столько стоит его время. Но что такое… Говорите, господи Лобковскому, скользкая тема. Потому что он фигура весьма известная. Он неоднократно появлялся в самых разных дискуссиях, в социальных сетях, в прессе и так далее. И всегда разгорались скандалы. С одной стороны, были люди, которые были им крайне недовольны. С другой стороны, были люди, которые его боготворили и считали, что он изменил их жизнь. Даже прочтение его книги изменило их жизнь. Люди, критиковавшие его, часто выслушивали упреки, что вы просто завидуете. Что к вам… У вас такого успеха уже нет в принципе. А если вы психолог, то к вам не ходят люди за такие деньги. Вот вы завидуете и ругаетесь. На самом деле, вам просто не хватает ума, успеха, идей для того, чтобы быть настолько же успешным. Но это ведь пример директивной психотерапии. Я не участвовал в терапии закуплено Лобковским. Более того, я скажу опять, я не судья, тем более я не судья чужим методикам. Но, с одной стороны, человек настолько популярен, если книги его охотно покупаются, лекции его посещаемы, кто-то ходит и платит ему такие деньги, значит, что-то под этим всем есть. Человек на голом нахальстве вряд ли может создать себе такую славу. Я могу только примерять к себе то, что я читал и слышал. Я бы не пошел к господинам Лобковскому на терапию. Почему? Здесь есть несколько факторов. Во-первых, я искренне не верю в терапию, которая за 2-3 встречи может разрешить хотя бы маломальски серьезную проблему. Потому что таковая терапия может быть только директивной. Но что такое директивная терапия за 2-3 встречи? Это набор советов, правильно? Ну, наверное, человек претендует на то, что за 2-3 встречи он полностью понимает личность своего пациента, он полностью понимает его проблемы, под полностью, я имею в виду, глубоко, он способен проанализировать, он способен понять их истоки и тому подобное. Я очень сомневаюсь, что кто-нибудь, если я опять примеряю это к себе, только к себе и могу это примерять, ну и к опыту своей работы, что он способен, допустим, меня за 2-3 встречи полностью понять, полностью истоки всех моих проблем. И, более того, разъяснив их мне, таким образом их все разрешить. Я часто начинаю работать с своими пациентами, когда я им говорю, что, наверное, через какое-то количество встреч я смогу понять примерно истоки ваших проблем. Но я вам смогу сказать, все ваши проблемы от того, что в вашем детстве происходило то-то, то-то и то-то, это так-то и так-то повлияло на ваше отношение к себе, на ваше отношение к жизни. У вас сложился вот такой-то бессознательный сценарий, по которому вы живете, вы повторяете одни и те же стереотипные ошибки, и надо начать поступать иначе, и все у вас будет хорошо. И, естественно, абсолютно ничего от этого не поменяется, потому что мы знаем, что бессознательное всегда выигрывает у сознания, потому что истоки наших проблем всегда бессознательны, и потому что добраться до них директивным способом невозможно. Вот мне запомнилась одна фраза, я не читал книги Лобковского, я читал некоторые выдержки из них, смотрел выдержки из интервью с ним и какие-то его тексты. И, в числе прочего, что мне не очень понравилось, мне запомнилась одна вещь. Мы же все вокруг невротики, и ходить на какой-нибудь психоанализ неврот очень долго, это годами. Надо много времени, чтобы понять себя, потратить на это силы, деньги, это очень долго и ненадежно. А у меня все проще, сколько Лобковский. Я понимаю, что вам надо изменить. Если вы невротик, вы просто слушаете меня, слушаете то, что я вам советую, и вы перестаете быть невротиком, потому что ведете себя не как невротик. Тут упираемся в странную историю, что человек перестанет быть невротиком за 2-3 встречи, маловероятно. Тогда человек должен регулярно снова и снова приходить к психологу аналогичного подхода к терапии, чтобы снова и снова получать все новые и новые указания. Как поступить здесь, как поступить там. Это как люди ходят к какому-нибудь гуру или руководителю секты, который скажет тебе, как жить, что есть, на ком жениться, на ком не жениться, какие делать выборы. То есть, это жить под ручным управлением другого человека. То есть, твоя воля, твой разум полностью подчинены чужой воле. У тебя нет самостоятельных решений, ты их даже не можешь принимать, потому что у тебя есть некий кодекс каких-то правил, которые должен следовать. Вот это, мне кажется, крайне сомнительной историей. Я искренне не верю, что таким образом можно хоть что-то на какой-то долгой дистанции изменить. Наверное, можно с помощью советов человеку что-то улучшить в какой-то одной конкретной проблеме. Посмотреть, как ее решить. Когда мне пациент просит советов, я всегда говорю, ну вот если мой совет подействует, то это не ваша заслуга, вы от этого не поменялись. А совет не подействует, и скажете, вы доктор мне всю жизнь испортите своими дурацкими советами, верните мне деньги, я на вас жалобу напишу. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, потом вернемся и продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами, это программа «Диагноз недели». Мы продолжаем эту программу «Диагноз недели». В студии работает врач-психиатр Рель Резник Мартов. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И сегодня мы говорим о терапии, психотерапии. О директивной психотерапии. И не директивной. И не директивной. Больше, чем мы говорим о директивной. Мы говорим о людях, которые ведут директивную терапию. Мы говорим о людях, которые предпочитают сами подвергаться директивной терапии. Говорим о людях, чьи методики нам могут показаться спорными. Так вот, продолжая то, на чем мы остановились, еще одна, мне кажется, важная вещь, которая точно не будет в директивной терапии. Любая терапия подразумевает, это затасканное выражение, личностный рост пациента. Я подчую, это не тренинги личностного роста, это что-то совсем другое. Я донесу личностный рост на слово «взросление». Поскольку мы постепенно прорабатываем те детские черты, детские страхи, детские комплексы остались в человеке, прорабатывая их, когда они перестают влиять на твои выборы, на твое развитие и так далее, человек взрослеет. Так вот, взросление – это работа. Почему мы взрослеем на протяжении жизни? Мы учимся принимать решения. Мы принимаем на себе некую ответственность. Мы делаем выборы, которые должны делать сами, никто из нас не сделает. Или, как говорят Живанецкие, старость иногда приходит одна. Да. Мы принимаем на себя последствия, ответственность за последствия их выборов. То есть, наш выбор может быть неудачный в том числе. И тогда это какая-то ошибка, которую мы должны исправлять. Иногда ошибки очень трудно исправляются. Я вот помню, когда я читал книжку о конкистадорах, которые исследовали Америку, бывало так, что они… Когда они искали очередную страну, где много золота, они шли куда-нибудь год. Год пешего странствия по Америке. Потом выяснили, что пошли не туда, и возвращались обратно еще год. Или шли в другую сторону. По пути кто-то погибал, кто-то умирал от болезни. Но вот это вот было последствия своих выборов, принятия ответственности в свои выборы. Но в терапии все не так страшно. Но, тем не менее, то, что для нас важно, это, что люди меняются. Потому что такова и цель, как мне кажется, терапивчек, проработав свои страхи, проработав свои симптомы, найдя их источники, проанализировав их, перестает повторять одни и те же ошибки. Потому что вы решение становятся более осознанными, выборами более взрослого человека. И в этом, мне кажется, есть хорошая идея, зачем еще все это делать. Ну, если, допустим, проработать свои страхи, можно найти возможность двигаться дальше в том направлении, в котором, возможно, это не удавалось сделать, и на то причине того самого страха. Я так это вижу. Том Ильич. Вот, наверное, все смотрели, очень ныне популярный персонаж, вызывавший удивление в сетях, бизнес-тренер, тренер личностного роста Тони Робинс, по-моему, да? Он, с одной стороны, очень популярный персонаж. Он популярен. Он собирает какие-то безумные деньги в выступлении, огромное количество людей. Его консультации создает миллион индивидуальный. Повезло Тони Робинсу. А может, он просто гений, я ему завидую. Но я смотрел фрагменты его выступлений, я, честно говоря, был растерян. Ну, потому что есть какие-нибудь поучения, когда человек в роли гуру, в роли мудреца, который тебя научит, ну, они требуют какого-то интеллектуального уровня, они требуют некой подготовки, философской, жизненной опыта и так далее. Но люди с восторгом внимают потоку банальностей. Люди с восторгом внимают этот эффект толпы, когда Тони Робинс, привлекательный высокий мужчина, по-моему, с голливудской улыбкой, с хорошо проработанной мимикой, жестикуляцией, интонациями, говорит какую-нибудь очередную банальность, и люди взрываются от восторга. Кто-то потом писал разочарованные комментарии, за что мы заплатили эти безумные деньги, но, как ни странно, большая часть людей вдохновлена. Но это вдохновение искреннее, или это иллюзия вдохновения? Потому что приходится слышать от людей, которые посещают подобные тренинги, что вот в момент, когда ты стал по этой эйфории, а когда ты выходишь буквально через два, это горькое разочарование. Это уже такое похмелье после... Ну, можно сравнить с алкоголем, наверное. Для кого-то похмелье, кто-то себя ощущает вдохновлённым. Когда-то в Риге были тренинги такие, лайфспринг или что-то в духе. Были очень популярны, собиралось огромное количество людей. По-моему, там можно было, вменялось в обязанность привести кого-то ещё на следующую ступень тренинга. И люди попадали на какое-то время, в такое искусственную среду, где все друг друга любили, обнимали, где произносились какие-то вдохновляющие речи, делали какие-то объединяющие упражнения. Люди на какое-то время выходили из этого в мир с блестящими глазами, защищаешь мне всё по плечу, и мир полон любви, и через какое-то время люди приходили в себя. Потому, что это иллюзия, которая создавалась за короткий срок, такой накачкой, и она быстро проходила. Ну, вот ведь это похоже на работу секты, потому что меня несколько раз в юности пытались вербовать в секту, и я пару раз ходил, как журналист, посмотреть на то, как это работает. И там тоже вот одна, я уже не помню, как называлась, наверное, уже нет, то ли утренняя звезда, то ли ещё какая-то звезда секта в Юрмуле. И вот в этот момент ты приходишь, абсолютно незнакомый человек встречает тебя с улыбками, все ты брат Божий и так далее и тому подобное, все потом начинают какие-то песни, какие-то эти, все вместе произносят какие-то речи, и всё это заражает какой-то, не знаю, такой бактерией позитивизма. Ну, вот у меня, в принципе, ну, могу, наверное, сказать, у меня достаточно скептичное отношение к этим мероприятиям всегда было, и поэтому меня это не увлекало. Но я примерно понимаю, как это работает. То есть, это то, когда ты вдруг становишься не конкретным человеком, а частью вот этой бурлящей толпы, и все вместе мы сейчас совершим великие дела. Многих это подкупает, мне кажется. Я думаю, многих подкупает, да, вдохновение такое коллективное. Когда люди, не знаю, идут строй и поют, это, наверное, очень вдохновляет. Ну, вспомните школу, может, в моём детстве были речёвки так называемые, кто шагает дружно в ряд юных ленинцев отряд и тому подобное. В моём детстве тоже было. Да, и это очень взбадривало, и всем нравилось дружно что-то такое скандировать. У меня очень интересный вопрос. Ну, что и почему делают вот такие люди, типа Тони Робинс, это понятно. У них есть талант, у них есть определённая доза до, простите, смысла наглости. Они умеют, есть некая харизма, они умеют заводить толпу и держать её. То есть, куда более интересно, что привлекает людей, да ещё массово, вот такие директивные методики. Что им там так нравится? И, наверное, Вадим, вы правы, здесь есть общий механизм с тем, что людей привлекает, допустим, в секту, где есть кто-то, ну, как хочешь, духовный отец, наставник. Хотя, мне кажется, я встречался с людьми, религиозными, которые были, можно назвать, учителями наставниками, они не подменяли никогда с собой, своими мыслями, решениями твою волю. То есть, они отвечали на твои вопросы, ты мог задавать любой вопрос, высказывать любое сомнение, и с тобой ввели достаточно серьёзный диалог. То есть, тебе не говорили, так есть, иди и выполняй. И, наверное, есть люди, которым остаться с этой ответственностью наедине очень сложно. Чем, мне кажется, опять интересно и привлекательно методика господина Лобковского, у него есть достаточно много мнений и советов по поводу воспитания детей. Одно из них очень популярное – это не делайте с детьми уроки. Уроки и оценки – это проблема самих детей. Пусть они этим и занимаются. Это не ваше дело. И, наверное, многим людям это просто бальзам на душу. Потому что все, у кого есть дети, если дети не фанаты учёбы, а так чаще всего и бывает, должны прилагать некие усилия к тому, чтобы хотя бы понимать, что происходит у ребёнка с учёбой. Но учится не только ребёнок, но и его родители. Да. И речь не о том, что над ребёнком надо нависать. Понятно, что никому, ни ребёнку, ни родителям не нужна гиперопека, не нужно контролировать каждый шаг ребёнка и проверять каждую цифру в тетрадке. Но вот это вот, я бы сказал, инфантильное отношение этого ребёнка, его учёбу, его дело и оценки его делать, тебя не касается. Окей, ну вот приходит к тебе ребёнок в конце года, допустим, у него 10, а у меня вот столько-то двоек, а что дальше? Что вы ребёнку говорите? Это твоё дело и твои проблемы? Сам разбирайся. Твой ребёнок вырастает и говорит, ты же мой папа, или ты моя мама? Ты где был? Я был маленький, я многого не понимал, у меня были какие-то свои проблемы. Где ты был своей поддержкой, от меня устранился. Вот подобные советы, мне кажется, ужасно заманчивыми. Они заманчивы почему? Потому что они вроде как дают ответы на все вопросы. То есть, некий авторитетный представленный человек говорит, делай так, и всё будет хорошо. А с другой стороны, снимают с тебя всякую ответственность. Но мне же сказали. Так это работает. Да. И ведь на самом деле ответственность, ну, мы понимаем, что словом долг и ответственность обычно связаны мало хороших ассоциаций. Долг – ты кому-то что-то должен, тебя могут потребовать, ты должен что-то отдать, то есть, чего-то лишиться. Ответственность – значит, ты должен думать, переживать, прикладывать усилия за что-то, чтобы у этого был результат. Причём в отношениях с детьми, на мой взгляд, ответственность и любовь абсолютно совместимы, и вещи. То есть, я люблю тебя, но снимаю из себя всю ответственность за твоё жизнебудущее, тогда ты не взрослый, ты тоже ребёнок, который говорит, оставьте меня в покое, дай мне поиграть в мои игрушки, и не отягощай меня своими проблемами. Мне кажется, здесь звонок у нас, я задам потом. Вопрос – здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Владислав меня зовут. Да, Владислав. Вы заговорили про детей. Посоветуйте, вот, к примеру, ребёнок. Ну, нет у него, понятно, что маленького ребёнка, там, не знаю, 10-11 лет, ему трудно как-то объяснить, доказать, как-то обосновать, что ему надо учиться, ему надо получать знания, и чем больше, тем лучше он их получит, тем ему проще будет, ну, вполне возможно, что ему будет проще в жизни. Вот как до него это донести? Каким способом? Да, спасибо. Просто говорить, ну, это не всегда понятно, что с ребёнком разговаривают, ну, любой родитель, наверное, который хочет для своего ребёнка хорошей перспективы в дальнейшем, чтобы он чего-то достиг, он всегда с ним разговаривает, но разговаривает. Но есть дети, которым, ну, просто не знаю, не нравится учиться. У них есть учительница, которая отбивает, например, желание учиться. Есть много факторов, которые влияют на это. Так вот, есть какое-то, ну, я понимаю, что нету 100-процентного рецепта, как это сделать, но как ему объяснить какие-то доводы, сказать, чтобы он понял, что учиться необходимо, получать знания необходимо для того, чтобы ты дальше в жизни мог чего-то достичь. Спасибо. Спасибо вам. Это непростая история, потому что для ребёнка, что дальше у него что-то достичь, это пустые слова. То есть перспективы не очень понятны. Да, сказать 10-летнему ребёнку, что его учить в школе хорошо, ты послешь хороший институт, для людей что-то думает, а тем более, пойдёшь куда-то работать, будешь ставить большую зарплату, будешь покупать себе дорогие машины и вещи и так далее, или будешь содержать семью ещё к детям. Откуда 10-летнего ребёнка представление о том, ещё зачем ему деньги, ему хочется играть, смотреть мультики и так далее. Я думаю, что здесь требуется время и терпение. Если, как вы упомянули, у ребёнка учительница, отбивающая тягу учиться, то ребёнок должен защищать, что вы на его стороне. Если ребёнок сразу не понимает, ну, избегает он, не хочет он делать уроки, со спокойной настойчивостью, это надо делать, как-то объяснять, настаивать спокойно, но, мне кажется, точно не надо делать, это превращать отношения с ребёнком в войну за успеваемость. Сейчас начинается такая война, война, мы тебя лишим всего на свете, если ты не будешь учиться, есть какое-то понятие наказаний разумных, но главное не впасть в ситуацию, где ты уже идёшь на принцип. Ты не хочешь учиться, а я тебе за это не дам ничего хорошего, и не буду тебя любить. Я думаю, что если вы с ребёнком спокойны и терпеливы, он рано или поздно учиться начнёт. То есть можно найти ему репетиторов, которые могут каким-то предметом заинтересовать, можно заинтересовать своими рассказами, своим примером, ну, по большому счёту, допроститься мне, сделать из ребёнка сверхотличника не самая важная задача в этой жизни. Вот я знаю несколько примеров, когда детей заставляли заниматься в музыкальной школе, играть, допустим, на фортепиано, и закончив эту музыкальную школу, они просто не подходили больше к инструментам, со словами, что это была мечта моей мамы, но не моя. И, соответственно... Вот я вам всё отдал, оставьте меня в покое. Ну, это действительно, я наблюдал за одним моим знакомым, для него это была почти трагедия, потому что он ненавидел этот инструмент, он научился на нём играть, и он плюнул и ушёл, потому что, ну, когда вырос, уже стал достаточно самостоятельным человеком. Ну, я таких людей знаю, и я знаю, увы, это вечная история, которая будет продолжаться. И так же с оценками, кстати, человек хорошо учился, получил красный диплом, но, в общем-то, в жизни не всё получилось, потому что... Ну, есть на свете... Личность-то сломана. Люди, которые... Да. Есть люди... Как это было где-то сказано? Какого? Какая? Какой смысл человеку, если он все царствия земные приобретёт, а душу свою потеряет? То есть, человек научился учиться, и при этом сломлен психологически, у него отсутствует мотивация хоть что-то для себя делать. Но ведь он научился учиться не для себя, а для кого-то. Не для себя. Возвращаясь к директивности, возвращаясь к людям, выбирающим, да простите, никто не слушает, кого я задену. Мне кажется, вот таких учителей, кумиров, выбирают себе люди, которые всё-таки не повзрослели. То есть, это инфантильная история? В чём-то да. Потому что рядом кто-то большой, взрослый и умный, который будет всю жизнь давать тебе советы. Который будет всю жизнь тебя поучать, как тебе надо поступить. Только если взрослый и умный в твоём детстве тебя поучает, потому что он тебя любит, то взрослый и умный, который тебя загружает советами и указаниями, возможно, это делает из-за самых лучших побуждений. И считаешь, именно так он тебе поможет. Возможно, он просто зарабатывает деньги в больших количествах. Возможно. Я часто говорю, но уже в этой передаче повторюсь, из всех десяти заповедей, мне кажется, наиболее важный заповедь «Не сотвори себе кумира» или в других вариациях «Не идолопоклонствуй». Почему она кажется важной? Она мало понятна неверующим людям. Верующим людям понятно, что ты есть единый Бог, и поклоняешься идолам, и для него оставишься каких-то кумиров, ты грешишь против него. Но на самом деле заповедь «Не убей, не укради, не выжелай скота ближнего своего, не жены его» и так далее, там всем более-менее понятно. Заповедь «Не прелюбодействуй» – это вечная проблема для миллионов людей. У каждого с ней свои отношения. А вот не сотвори себе кумира, не создай себе какого-то идола, которому ты приписываешь возможность решать твою судьбу, решать все твои проблемы. И отключая свои сомнения по отношению к нему или ей. Когда ты творишь кумира, неважно, это идол, которого люди в примитивных культурах мажут кровью и приносят ему жертвы, или это некий живой человек, которому ты приносишь жертвы деньгами, своим поклонением, своим рабским следованием, каким-то указанием, как тебе надо жить. Вот это, мне кажется, по-настоящему разрушительно. Это разрушительно, потому что ты разрушаешь свою собственную способность анализировать, понимать свою жизнь и изменять ее. Но психотерапевты это понимают, то есть, ведь все-таки психотерапевт, психолог, не всегда это, кстати, врачи, и не все давали клятву не навреди, но тем не менее, вот ответственность психотерапевта и человек, который работает с пациентами или клиентами, насколько она велика в этой истории? Она моральна и велика, а так, по крайней мере, мне кажется, у нас очень мало прописана эта ответственность. Опять, директивных подходов, в чем, на мой взгляд, ну, скажем так, глупых директивных подходов или безответственных много. Ну, например, у меня была пациентка, которая ходила к кому-то, так называл, психологом, я спрашивал, в чем была ваша терапия. Я психологу рассказывал о своих проблемах, а потом она мне толковала их с точки зрения законов Вселенной. Где психолог успел выучить законы Вселенной? Это эзотерик уже. Да, в каком кодексе они перечислены, кому Вселенная сообщила свои законы? То же самое. Я доверяю кому-то свою судьбу, а он меня трактует и толкует, как правильно. Вот мне кажется, я повторюсь еще раз, директивные элементы могут быть. Человек может иногда высказать совет своему пациенту, он может иногда высказать свое мнение в более категоричной форме, например, ему кажется, что действия пациента абсолютно разрушительны для него самого. но когда вся терапия состоит из указаний, как поступать, как жить, кого выбирать, с кем строить, с кем не строить отношения и так далее, тогда вам стоит задуматься, а зачем вы приходите? Вы приходите для того, чтобы изменить что-то в себе, стать более развитой личностью, более зрелой личностью, или вы приходите для того, чтобы быть проводником чужих идей, не всегда правильных, а даже если правильных, что такое ваша жизнь, если вы просто воплощение чужих, правильных идей? Где ваша жизнь? Кто вы такой? И где у вас есть гарантия, что рядом не окажется вашего терапевта, гуру или кого угодно, что вы не окажетесь опять потерянным маленьким ребенком, который без присутствия рядом строгого взрослого не знает, что ему делать? Ну что ж, на этом мы сегодня закончим нашу программу. Это программа «Диагноз недели». В студии работали врач-психиатр Ариэль Резниквартов. Меня зовут Вадим Родионов. И с нами сегодня был звукорежиссер Родион Золотарев. До свидания. Всего доброго.